Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта netcom.ru. В этом видеоуроке я расскажу вам, как выбрать SSD-диск. В наше время уже невозможно представить современный компьютер без скоростного SSD-диска на 120 или более гигабайт. SSD-диск существенно увеличивает скорость работы компьютера или ноутбука. Приведу простой пример. Мой ноутбук очень медленный, потому как там очень слабый процессор, мало оперативки и встроенная видеокарта. Браузер запускается медленно, видео открывается долго, да и сам ноутбук включается около минуты. Но установив SSD-диск, я заметил хороший прирост. Теперь Windows стартует секунд за 20, Google Chrome запускается моментально. И работает хорошо, даже если открыто несколько вкладок, я смотрю какое-то видео на ютубе. Увеличение файла подкачки за счет SSD-диска позволило увеличить оперативку, соответственно, позволило запускать несколько программ одновременно, без тормозов. Я, конечно, не хочу сказать, что SSD-диск решает все проблемы. Конечно, вирусы не перестанут цепляться, а компьютерные игры не начнут летать. Да и вообще на игры это никак не повлияет. Но общее представление при работе Windows станет положительным. Как же выбрать SSD-диск среди такого огромного количества товаров? На самом деле все очень просто, и давайте рассмотрим основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе SSD-диска. Сразу стоит сказать, что разумнее всего использовать SSD-диск для установки на него Windows, а остальные файлы хранить на классическом HDD-диске. Ну так вот, нужно определиться с объемом SSD-диска. Обычно объем SSD-диска начинается с 30 гигабайт, но нам этот размер никак не подходит. Я собирал свой компьютер два года назад и установил туда SSD-диск на 60 гигабайт. Спустя пару месяцев я убедился, что мне этого не хватит. Недавно я купил SSD-диск на 120 гигабайт, и теперь мне памяти вполне хватает. Поэтому я рекомендую покупать себе SSD-диск именно на 120 гигабайт. Если есть возможность, то покупайте на 240 гигабайт. С запасом на будущее. Система, программы и прочие файлы быстро забьют память SSD-накопителя. Поэтому учитывайте это. Второе. Форм-фактор. Наиболее распространенные SSD-диски выглядят как обычные HDD-диски, за исключением того, что они немного меньше в размере. По размеру они как жесткий диск в ноутбуке. Форм-фактор таких устройств 2,5 дюйма. Также есть SSD-диски в виде платы, и они устанавливаются в PCI-разъем рядом с видеокартой. При выборе SSD-диска для компьютера, обратите внимание, чтобы там был разъем для вставки SSD-диска 2,5 дюймов. Если такого не имеется, то вам придется докупать переходник с 2,5 дюйма на 3,5. Ну или в крайнем случае придется класть SSD-диск рядом с жестким диском, то есть не устанавливая его в разъем. Третье. Интерфейс. Интерфейс SSD-диска может быть как у HDD и подключаться проводом к материнской плате. Или может быть PCI в виде платы и устанавливаться рядом с видеокартой, специальный разъем. Конечно, наиболее оптимальный вариант это SSD-диск с интерфейсом в SATA 3. Скорость. Но тут все максимально просто. Чем больше скорость, тем лучше. Но не верьте той скорости, которая указана на сайте в интернет-магазине. Лучше походите по форумам и почитайте отзывы. Так будет надежно. Пятое. Время работы на отказ. Все выпускаемые на данный момент SSD-диски имеют определенное количество циклов записи и чтения. То есть, чем больше вы записываете и удаляете файлов, тем быстрее SSD-диск придет в негодность. Обычно производитель дает гарантию на 10 тысяч циклов. Но это все, конечно, примерные цифры. Как ни крути, но эти данные у каждого пользователя могут сильно отличаться. Но как бы там ни было, все равно эту характеристику при выборе SSD-диска все-таки стоит учитывать. Ну что ж, как видите, на самом деле выбрать SSD-диск несложно. Сразу после покупки не забудьте обновить прошивку, дабы ускорить его работу и продлить срок службы. На этом все. Желаю удачи!